Зачем Востик в отдел? Мы здесь заявление подадим. Мы что, похитили его что ли? На территории отдела? Да, на территории отдела. Все нормально. Вы у нас кто? Нет, не чайник. Нормально. Только загружали. Вот здесь должен быть. А вот и он. Если вы, конечно, вообще против народа, против нас, против народа, против Путина, вы так и скажите. Вам бумажку какую? Туалетную дать? Давайте на туалетную бумажку напишу. Вы меня оскорбляете? В смысле? В прямом. В каком? С одной стороны, видеосъемка, а с другой стороны, у вас пистолет вываливается. Три-четыре человека без досмотра с рюкзаками зашли сюда и машина целая въехала без досмотра, вообще без слова. Понимаете? Открой багаж. С этой схемой я согласен. Мы проведем полностью проверку вплоть до увольнения сотрудников вызывания методика. На основании 736-го приказа, 400-го пункта. Вы с ним ознакомились, нет? Это приказ министра Колокольцева. Что гражданин может подать заявление в любом месте, в любой удобной форме. Я хочу здесь подать, здесь и устное. В законе о полиции там прописано, что сотрудник полиции должен всегда иметь с собой бумажку, ручку. Вам бумажку такую туалетную дать? Нет, туалетную ему дайте. Вот ему дайте. Для этого есть официальный бланк, на котором вы будете писать. Я могу написать в любой форме, даже на пустом бланке А4. У меня нет риска А4 при себе, он у старшего. А туалетная бумажка есть? Давайте на туалетной бумажке напишу. Вы меня оскорбляете? Вы меня оскорбляете? В смысле? В прямом. В каком? Что пишет сзади, будете на туалетной бумажке. А что здесь такого? Что здесь такого? Если у вас нет бумаги и соответствующего бланка? Есть соответствующий бланк и бумага. Сейчас будете писать. А что вы подразумевали, что я вас оскорбляю? Расскажите, пожалуйста, мне. Сейчас все равно скажу. Ян Николаевич! Какие проблемы? Какие проблемы? Если мы не правы, 19-3 часть первая и вперед. Ну да. Мы готовы ответить. Что вы, что вы? Вы же не будете нас бить. Ну возьмите, составьте протокол. Есть, зачем? Вот. Тогда у вас есть же меры, какие вы можете применить. Составьте протокол и к ответственности нас привлеките. По какой статье? Придумайте что-нибудь. Зачем придумывать? Ну если вы не можете придумать, тогда позвоните. Есть такая судья у нас. Голышева. Она знает все статьи. Ей даже консультант не может быть. А если что нужно придумать, она быстро придумает. Она придумает. Зачем? Я не знаю зачем. Бывает у нее так. Или загуглите практику. Она сама говорит, я не могу посадить человека. Ну давайте за что-то хоть посадим его. Есть записи, можем предоставить. Ты взяла, Ян Николаевича, бам-бах на 15. Бам-бах на 15. Давай определимся, кого из нас данный гражданин будет привлекать. Меня, тебя или Володыч? Нет, я. Только не тебя. Ну, извините. Если бы вас в таком состоянии сейчас на кость доставили, в каком состоянии? В каком состоянии нахожусь? Ну, по крайней мере, находит в состоянии аффекта. Судя по тому, что речь у вас не совсем въятна, дарочки не реагируют. Так надо заменяться если к наркологу тогда. Это вопрос, если вас задержали за нарушение. Но так как вы пришли сами, вы вас не отвозите. Что это вообще такое? Сергей, блин, вот что-то забыл. Сейчас сотрудник. Какой же комитет? А он плохой. А паспорт у меня в машине. Меня сюда привезли, где... Изменил документы. В машине у меня стоит открытая машина, а документы, права... А нет, осталось, смотри. Осталось, да. Заявление я писал, я просто не нашел. Осталось, да, 111 ДСП. Гуглите, да. Писал заявление, вот не убрали. Кстати, надо написать заявление. Почему вы можете написать? Я уже писал. Это по поводу недостоверной информации. У вас не станет информация. Дело в том, что у вас везде висят таблички. Видеосъемка, там фотосъемка запрещена. Со ссылкой на приказ ДСП. Так вот, мало того, этот приказ не может ограничивать права граждан. Так еще и отменен в Верховном суде в феврале этого года. Да? Владимирович, а вы юрист или кто? Я журналист. Журналист? Да. Хорошо, присаживайтесь. Сейчас зарегистрируем. Ну, просто чтобы... Вот только что я вам сказал. Ну, не эту самую. Ну, можно прекращать. И бабушки, и все остальные. Дело в том, что, если бы сейчас находили здесь заявители, я бы мог к вам применить 19 и так далее. А я заявлялся. Я заявлялся. Я высказал свое собственное мнение. Это раз. Вы согласны? Я бы имел... Гражданин сказал по поводу его проверок. Это другой вариант. Я бы там его привелся, но не задержал. Я приехал сюда просто, потому что нам интересно. Мы хотим посмотреть, как вы выполняете приказы и законы. А вам разрешение за нарушение. Вот только он въехал на территорию, вот он уже... Три человека въехало с оружия. У меня сзади карагин-тиллер и 300-патронов. Я сам охотник. Разрешения нет. Сейчас приеду сотрудник ГОСД, я его предоставлю. Ну и реагирует как он будет? Ну, собственно, с оружием, усиленно территорией. Ну, за это постовому придется ответить. А налогоплательщики потом должны пенсию платить, материам, детям, квартиру вам покупать за то, что сотрудники... Чтобы покупать? Квартиры. Я убиваю сотрудника. А что вы говорите? Да что вы говорите? Да что не говорите? 23 года сотрудникам Павел собираюсь. Да. И как москвичам не предложили, ни одной им против. На улучшение жилищных условий и чего бы так далее. Шесть сотрудников схватили их за руку на митинге и всем дали квартиру. Шестерым дали квартиру. Я как журналистам это говорю. Вы не туда ходите и ни кем занимаетесь. Вы ни кем занимаетесь. Да, вы ни кем занимаетесь. Вам надо на митинг перейти разгонять людей. Тех, которые... Тех, которые защищают ваши права. Тех, которые защищают ваши права. Тех, которые защищают ваши права. Вы знаете, вот сейчас обратились к полицейскому, у которого из кобуры. Кобура настолько износилась вместе с ремнем. У него пистолет выпадает. Ну серьезно. Сделали замечание. Да. Я отошел. А он думает, что мы его как бы хотим как-то наказать за это. Вот видите, черное видно. У него все есть порты, трещина и торчит пистолет. То есть, не дай бог, пистолет у него, ну того и гляди, реально выпадет. Не выпадет. А если выпадет? Не выпадет. А если вырвут? Не вырвут. Ну я заявлю, что зарегистрировал главу. Вы просто понимаете, что ждем руководства, что вы своими действиями стабилизируете работу. Стабилизируем? Вот. Я не хочу, чтобы стабилизировано было. Мы абсолютно стараемся. Сейчас проверим по всем остальным статьям. Если кто-то будет дестабилизировать, тогда мы будем против. А так мы сами не подприняли. Мы стабилизируем. У вас все было стабилизировано. Не надо этого делать. Уберите его, ну серьезно. Не надо этого делать. Ну это отмененные приказы, я это точно знаю. Во-первых, это вообще бумажка без руководства отдела. Где подпись? Нормальный, приведите в порядок. Ну серьезно, ну вы опозоритесь вот с этим вот, то что два года назад отменили приказ. Смотрите. Да я уже писал заявление год назад. Год назад. Ничего не изменилось. А я еще напишу, Путин Владимир Владимирович. Уважение. Вы просто хотите устроить что? Вообще ничего не хотели устроить. Нас не убивали. Ну как не убивали? Взяли, заказали, трех сотрудников полиции на порог. Потому что они подпустили сзади в теплое время суда. По поводу бумажки я проверю. Проверю? И так далее. Сейчас я еще другую выписываю. Действительно, можно будет сейчас распечатку делать. Вы забейте. По поводу нарушения личных данных граждан, которые не нарушают. А тут общественное место вы знаете? Снимая. Вот сейчас здесь нет заявителя. В проведении видеозаписи, когда люди пишут заявление, они указывают свои данные. Да. Так если вы их заснимите, это нарушение их прав. Вы согласны? Здесь мы их как публикуем. А журналисты? Нет. В публике. Вы можете нас, как сотрудники в полиции, да. Вы имеете право нас снимать, фотографировать. А граждане все-таки надо с их согласия, как вы думаете? Вы можете ознакомиться с законами СМИ. У вас здесь как-то тоже нет. Мелко, да? С зрением хорошо. Смотрите, сюда любой гражданин может прийти. Правильно? Это общественное место, значит. Здесь не проводят видеозапись. Вы же не знаете, чем это делали? Здесь ведется видеофиксация, чтобы не было нарушений прав граждан. Правильно? Правильно. То есть мы ничего не сделаем, а вы у нас уже примените какие-то меры? Я спросил, пожалуйста, удалиться именно отсюда, пока гражданин не пишет заявление. То есть когда еще вообще ничего не произошло? Просто пришел какой-то человек. Если гражданин будет писать заявление и он не скажет, что он согласен на ваше присутствие при написании заявления, я вас удалю? Я хочу заявление, а вы удалитесь отсюда. Да устно, он нормально. Удалитесь, пожалуйста. Вот мы сейчас здесь заявители, а вы здесь нежелательные. Вы сейчас не правы. Во-первых, ваши личные данные все равно будут проходить, но вы износите в компьютерах. А, то есть мы все равно уже ознакомились. Мы для того, чтобы вы не могли их опубликовать в целях мошенничества, например. Сдавать это коллекторам. Хорошо, смотрите. Вы сейчас, я с вами веду беседу. Да. Я пока не проверяю ни ваши документы, ничего. Правильно? Пока что. Я попытался вам все это объяснить. Мы тоже. То, что вы пытаетесь просто спровоцировать и устроить скандал, и вам за это платят деньги. Но это ваше право, это ваша работа. Платят деньги. А, обязательно надо было это право. Господа, вы далеко не альтруисты. А что? А, в отличие от вас? Близко. Мы будут служащие, у нас есть определенный ряд обязательств. Мы обязаны их нести. Вот вы заметьте, если мы такие вот, как вы думаете, что мы против вас, то мы даже не удостоверили ваши вещи. А с вами разговариваем чисто на честном слое вашем. Я даже не попросил у вас удостоверение, с кем я разговаривали. Вы с вами вообще разговаривали. И вы, если сейчас не находитесь на службе, вообще какие требования к нам можете предъявлять? Идите домой уже не рекомендуйте. Я не знаю, вы ночь работали. Вы сейчас абсолютно не правы. Давайте немножко с вами, пожалуйста, общаться. Не надо оказывать о том же не тогда. Я вам высказал прощаться. Вы не можете предъявлять сейчас никаких требований, и просить ни о чем не можете. Вы нас просите, мы вам отказываем, вежливо. Я же вам сказал, что звонок зарегистрирован в главном управлении. Мы ждем руководителей. Нам сказали дождаться. Возможно бы этих проблем не было, если бы ваши майоры, подполковники, меньше тут вот по поводу видеосъемки возникали. Понимаете? Возмущались. Ну, возмущались, да. Давайте будем корректно. Ну, правда. Ну, смотрите. С одной стороны, видеосъемка, а с другой стороны, у вас, блин, у постового пистолет вываливается, блин. Три-четыре человека без досмотра с рюкзаками зашли сюда, и машина целая въехала без досмотра, вообще без слова. Понимаете? Ну, это вот... Откроем багаж. Понимаете? Я согласен. Мы проведем полностью проверку, вплоть до увольнения сотрудников вызывания. Только поэтому мы здесь и сидим. Я понимаю. Дай сам отдельный кабинет, но там подождем. Ну, там посидим. А как? Вы предлагаете нам выйти на улицу? Кабинеты сотрудников, извините, это другое. У вас есть кабинеты сотрудников, есть кабинеты допроса, есть кабинеты предварительного содержания. Камеры предварительного содержания? Даже там послужим. Впрочем. Зашборт, если вас задержат. Может, нас задержат минут на пять? Может быть. Вот, зачем он? Зачем он? Зачем? Зачем он начал говорить про то, что это? Поплод денег. Денег, да. Вроде все нормально, да? Вежливый. Вот этот человек неркнет вообще. Да. Вы можете идти. Интересно. Согласны? Вот вы на фоне... На фоне предъявлены. Да. А вам не предъявлено. Мы с вас опросим. Объясните мне. А, там, наверное, сначала уфер пошел, а потом... Да, да. Сначала уфер пошел, а потом... Опросим. Это подстава. Да. Сначала уфер пошел, а потом уфер пошел. Раз, полно, уфер петли. Все, все. Все, все. Не знаю, я вам не единственный, и он был уфер на ванье. вот мне кажется вот эти сержант уменьши вообще виноват и сержанты и этот не ну виноват-то виноват не виноват-то виноват но а то она вообще ничего не спросил конечно я же с управления приехал вы автомат то не направляйте на людей автомат вниз держите на 40 и грамм свой не нужно даю вы написали хотел выйти покурить он отказывается не выпускать я еще раз объясняю вот у меня заявитель пишет на тренинг у меня есть я занимаюсь мне больше кроме вот этих людей не так не покурить хотели я тебе говорю именно про этого про заявить все не про охранника вот эти вот 1 человека 3 человека я к ним отношения не имею я буду сейчас пойду да уже можно вот и монитор они интересны тем, что они коллеги единственные грамотные да ну знаешь что обиды да то что вот они служат там да допустим вот их их затрахивают их заставляют перри перерабатывать и они их же потом сливает их руководство вы не думаете что руководство за это мы же сделаем сюжет с содержимым автомобилем мы покажем людям как выпускается вы просто нашли каждого подключения а сами не инструктируете более того вы вводите в углубление вот такими приказами лично вы вы же его туда повесили можно передавать мне заявление напишите на вот это? ну да давай написать просто так мы что пишем на данного гражданина на какого? ну да по поводу помощки все что повесил помощник начальника отдела как ваши данные еще раз он там нет? извините а ваши данные пожалуйста помощник начальника сейчас сейчас подполковник внутренней службы подполковник внутренней службы Кузнецов Сергей Константинович Илья Константинович потом избавление вообще 23 года в полиции ну не серьезно не сомнительно в вашем положении может подождем может подождем бумажку чем выбрать да я год назад такой взяли уберите незнакомую бумажку а я не написать здесь господа я эту бумажку я сегодня пробью сотрудники ВСБ сейчас вернутся которые нам давали приказы 3 года назад если они скажут что они действительны я их уберу и повешу выписки из конституции и выписки из защиты прав граждан у меня 4 листа почему нельзя проводить съемки в отделе но это внутренние приказы они довольно разно нет у нас есть не только внутренние приказы есть еще в конституции что любой гражданин может предвести съемку в общественных местах господа здесь нет есть определенные сути к сожалению сейчас я не могу вам объяснить я мотивирован если вы подъедете ко мне завтра если вы захотите и подъедете ко мне завтра я вам дам мотивировочную часть по другим статьям без этого приказа а ликвидности мы не только собаку мы можем а ликвидность нет что вы скажете это режимный объект? отдел воды является режимом уже не право а что мы тогда тут делаем? режимный объект почему то есть есть определенные помещения которые мы предоставляем доступ на подаче заявления что является оказанием госусловий правильно? так мы тут и снимаем мы туда не ходим мы не снимаем никакие оружия мы находимся где информационные щиты нет мы будем помогать если бы этот момент были бы люди и писали упражнения снимать дело в том что каждый человек приходит в воде бедой и не все из них готовы делиться с общественными правильно? вас не исправить вы все манипулируете пытаетесь взять ответственность и всякими нелепыми заданиями а вы закон можете сошелаться? нет такого закона потому что я не могу завтра смогу но вы сотрудники обязаны ссылаться прежде чем какие-то требования чтобы они были законы требовались да сейчас придется сюда если вы распечатку привожу сейчас позвоните в суде на основании какого закона здесь могут выходить люди тогда в отношении постовой которая вас пропустила поведя на то что вы ей сказали судовщик начальнику вы сказали? она на выходе только спросила когда мы выходили вот так вот она только тогда спросила откуда мы с ее слов вы сказали у нас видео есть посмотрите я не оспариваю если есть видео это еще лучше в отношении уже инценирована служебная проверка с руководителем можно пообщаться? в приемные часы все-таки напишем на вас заявление пусть с вами проведут предполагическую беседу как считаете больше всего конечно вообще благодарны в броке тому прекрасному сотруднику который не знает федеральный закон и исполняет 836 приказ который меня похитил от моей машины которая сейчас открыто находится без ключей документы в суде вследствие ко мне приехали в группу коллектор журналистов вот и у нас все получилось я даже не знаю как его зовут но вы его знаете я прекрасно вас не что нам сказал что так как к нему обращаются это классическая непонимание статьи 1 что гражданин которого он себя доставлял как он лишил его гражданских прав он обязан был представить вам так как он вас не задерживал не доставлял дай книжечку читать да то почему мы не пишем заявление удостоверение удостоверение я это понятно вы занимаете свое место мы сейчас не правы мы говорим предоставить предоставить удостоверение правильно четвертый пункт нет пункт четвертый пункт четвертый пункт четвертый в котором служит и причину по которой производит ваше доставление дежурную часть в случае обращения к нему гражданина обязан назвать свою должность назвать не показывать удостоверение да про удостоверение вопросов нет вы же говорите что не обязаны представлять не показать вам служебновист достаточного нагрузного знака вы имеете ввиду достаточного нагрузного знака для чего введены нагрузы для того что позволял идентифицировать сотрудника в случае чего в случае чего если мы находим сотрудника с убранными знаками мы проводим проверку на каждом даже даже когда сотрудники одевают бронежилет я заставляю знак одевать снарод я просто не знал мне абсолютно да это нормально второй старший который вот его привез на видом месте не было нагрузного знака либо спрятан либо никто не видел но если у вас это видео я попрошу вас скинуть на почту наш возьми я сам почту скину я прошу прощения введите дай мне не слить телефон срочно полицейские вы не дайте себя слить вот они вас сливают сейчас руководство ваш вот эти вот части я не знаю что я здесь стою вот именно вот все так и говорите вот так все как честно то что вы не спите то что вас заставляют перерабатывать то что вас заставляют вот тут стоять вместо того чтобы водить не вы гараж не идите на поводу вы главное не идите на поводу если у нас нет вот тот момент когда вы заезжали чтобы слова по столу и было потому что у меня потом в комитете мы подъехали ворота открылись мы заедем какие там слова она утверждает что вы говорите у вас же видеозапись по-любому есть на въезд правильно? нет 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 на видеозапись нет есть на въезд но она не со звуком стоп все все у нас записи нет пусть она напишет рапорт что она пишет в рапорте а мы потом уже посмотрим с вами она еще их подставить у себя подведет по-другому ну да раз да раз обманывали вы хотя посмотрите там окна вообще открыты у машины или закрыты? Паш не мучай Паш там есть камеры которые показывают когда они езжают то есть номер машины я вот вижу когда она заезжает что она там стоит посетите так вот так что она она не видит на улице она 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 это она она Продолжение следует...